Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава книги «Второзаконие», перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Я его читаю. Ну вот у нас эти всякие правила, постановления, нормы во второзаконии, относящиеся к уголовному и гражданскому законодательству, здесь в основном про брачное законодательство. Положим, некто женился и стал жить с женой, но она ему не понравилась, ибо он нашел в ней нечто неподобающее, и он дал жене свидетельство о разводе, и отослал ее прочь из своего дома, и она, покинув его дом, вышла замуж за другого человека. Если она не понравилась и второму мужу, и тот, дав ей письмо о разводе, отослал ее прочь из своего дома, или если второй ее муж умер, то первый муж, который развелся с ней, не может снова взять ее в жены, ибо она сделалась нечистой. Для Господа это было бы мерзостью. Не оскверняйте грехом землю, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение. Странная какая-то норма. Ну, во-первых, мы видим, что развод довольно легкая вещь для мужчины. Фактически по инициативе мужчины развод может произойти в любой момент. Единственное, что нужно, бумага. Ну, не бумага, наверное, это было, а какой-то другой материал, на котором он давал свидетельство, документ, что женщина свободна, потому что иначе она его жена, и всякий, кто с ней будет близок, с ней прелюбодействует. Так она может заново выйти замуж. Интересно, что инициатива женщины вообще не предполагается. Ну, вот тогда было такое общество, не будем лукавить, оно было патриархальным. Но почему же нельзя второй раз жениться на той же женщине? Что в этом плохого? Мне кажется, эта норма, она должна была прежде всего гарантировать, ну, скажем так, серьезность развода. То есть, что развод не становится такой игрушкой, знаете, вот чуть что разведусь, вот отошлю тебя. Да, если отошлешь, то все, то между вами уже не будет никакого брака в будущем. Но все равно некоторая странность в этом правиле есть, и не будем делать вид, что вот в этом ветхозаветном законодательстве нам все кажется ясным и приемлемым сегодня. «Если человек только что женился, то он не должен уходить на войну, не следует возлагать на него и других обязанностей. Пусть он будет свободен в течение одного года, пусть остается дома и радует жену, которую он взял себе». Прекрасная норма. То есть, семейная жизнь – это приоритет номер один. Война подождет. Молодая семья должна получить вот свой медовый не месяц, а целый год. Нельзя брать в залог ручные жерновы или даже только один верхний жернов. Это означало бы взять в залог человеческую жизнь. Залог, то есть, человек берет в долг и оставляет что-то как залог, пока он не вернул этот залог, остается у кредитора. А жернова то, на чем мололи муку, в каждом хозяйстве это было, ну, или два круглых камня, которые на общей оси, либо более примитивная система нижних жернов больше, а верхний меньше, и перетирала женщина, как правило, это делала, перетирала зерно в муку, вот, вводя верхним камнем по нижнему. Если ты это взял, они хлеба испечь не могут. Мука же не продается в магазинах. Магазинов нет, есть запасы зерна, и вот в каждом доме меряют зерно в муку для сегодняшнего хлеба. Обратим внимание, что вот эти правила, они какие-то такие очень мелкие, с одной стороны. С другой стороны, это правила, которые защищают слабого. Если обнаружится, что некто похитил человека, одного из братьев своих, сынов Израилевых, и нажился на нем, продал его, то этот похититель должен был быть предан смерти, искоренить зло. Работорговля запрещена, да, то есть рабства нет. Рабства, как в случае военного захвата женщин и детей, и они становятся рабами, либо здесь есть упоминание о долгах и рабстве, связанном с долгами, и это уже к евреям может быть применимо, но, правда, временное рабство, а вот просто поймать человека и продать его в рабство, то, что братья с Иосифом, например, сделали, это карается смертной казнью. Вдруг, на другую тему, в случае кожной болезни строжающим образом соблюдайте и исполняйте все то, чему вас учат священники Левиты. Поступайте в точности так, как я повелел им. Помни, что сделал Господь твой Бог с Мирьям, когда вышли из Египта. Но Мирьям — это сестра Моисея, которая его стала так презирать, и была наказана проказой. Мы не знаем, что точно называется проказой, какая-то кожная болезнь, не обязательно то, что мы проказой называем сегодня. И правила, они довольно подробно в книге Левит описаны, как свидетельство священника должно показать, что вот человек уже чист и так далее. Почему это здесь? Ну вот, мелочей нет в этом законодательстве, они все равноважны. Если ты одалживаешь ближнему что-либо, не входи в его дом за залогом. Постой на улице, пусть тот, кому ты одалживаешь, сам вынесет себе залог. В чем смысл? Зашел, о, мне вот это нравится, вот это заберу. То есть у взаимодавца остается право выбрать свой залог. Если он беден, то не ложись спать, пока его залог у тебя. Верни ему залог до захода солнца, чтобы он лег спать, укрывшись своим плащом, и благословил бы тебя. Тогда ты будешь проведен пред Господом твоим Богом. Что значит залог? Очевидно, бедный человек дает залог то, что на нем. У него ничего нету больше, да? Ну, одежду он какую-то носит. И на ночь он укрывается своим плащом. Ночью холоднее, поэтому одеяла нету, подушки нету у него. Он просто ложится на какую-нибудь сыновку и сверху своим плащом накрывается. Дай ему плащ, чтобы он хотя бы поспал. Так, хороший способ получается. Можно брать все, что угодно под залог своего плаща, а потом на ночь тебе плащ все равно дают. Наверное, утром отберут. Но неважно, то есть здесь полагается такой предел. Вот у нас уже было седьмой год прощения долгов. Не бери залога по своему выбору. Возвращай плащ, взятый в залог на ночь. То есть полагается предел вот этой жадности кредитора. Иначе ловушка бедности, как это называется в современной социологии, она всегда утягивает вниз. То есть разрыв между богатым и бедным возрастает. А вот здесь вот есть способы отрегулировать это, держать бедного на плаву вот ниже какого-то уровня нищеты, чтобы он не падал. Ох, как дальше мне нравится норма. Современная жизнь ее часто нарушает. Не притесняя наемного работника, бедного и обездоленного, будь то один из братьев твоих или же переселенец, живущий в твоей стране в одном из ваших городов. То есть в этом смысле разницы между евреем и не евреем нет. Нет, наемный работник, он что должен получить? Отдавай ему заработок в тот же день, еще до захода солнца, ибо он беден, и от этого заработка зависит его жизнь. Иначе он вызовет Господу, жалуюсь на тебя, и тогда на тебе будет грех. Никаких задержек заработной платы. Более того, здесь, очевидно, паденщик, то есть он за день получает плату, вот каждый день. Отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей за вину отцов. Человек может быть предан смерти лишь за то преступление, которое он совершил сам. Вот совсем недавно в нашей стране дети врагов народа абсолютно вопреки этой норме законодательства несли ответственность. То есть, смотрите, с одной стороны, коллективная личность важнее, да, народ как коллективная личность, с другой стороны, в случае преступления каждый отвечает только за свое. «Не попирай прав переселенцы и сироты, не бери в залог одежду вдовы. Помни, что ты и сам был рабом в Египте, а Господь твой Бог освободил тебя из неволи, поэтому я и даю тебе такое повеление». Вот более широко так сказано, «не попирай прав, не бери в залог одежду вдовы». Значит, вдове вообще можно одолжить просто так без залога. Почему? Потому что и вы были рабами в Египте, и у вас все было плохо. Вот солидарность, которая основывается на общем опыте. Дальше правило, которое в книге Руев подробно описано, точнее сказать, его применение. «Если во время жатвы ты забудешь на своем поле сноп, не возвращаясь за ним, пусть он достанется переселенцу, сироте или вдове, и тогда Господь твой Бог благословит тебя во всех делах твоих». Вот то, что осталось на поле, может взять кто угодно, это пособие для нищих. Вот они придут и подберут то, что с поля не взяли. Опять-таки, в нашей стране был такой закон о колосках, когда любое хищение, оставленного даже в поле, приводило к тюремному сроку. «Когда обобьешь свои оливковые деревья, не ищи на ветвях оставшиеся оливки, пусть они достанутся переселенцу, сироте или вдове». А как собирали оливки? Расстылали под деревом большую ткань и палками околачивали ветви. Оливки падали вниз, их можно было с этой ткани собрать. Ну, не все, там не сто процентов, небольшая часть оставалась на ветвях. Тоже бедный человек, которому совсем трудно полезет по этим веткам и будет их срывать. «Собрав свой виноград, не ищи на лозе оставшиеся ягоды, пусть они достанутся переселенцу, сироте или вдове. Помни, что ты и сам был рабом в Египте, потому я даю тебе такое повеление». Вот социальное пособие, да. Урожай собирай, но не до чисто, не до последней оливки, виноградинки, не до последнего зернышка в колосе. Оставляй, оставляй на поле, потом кто-то придет и подберет. Может быть, сегодня это должно выглядеть иначе, но вот заботитесь о бедных, давайте им возможность заработать, давайте им возможность что-то подобрать за вами, когда вы пируете, то уделяйте некоторую долю им самим. Благотворительность в стиле Ветхого Завета. В 25-м, конечно, продолжатся эти правила, и в чем-то они будут похожи на правила 24-й главы. Благотворительность в стиле Ветхого Завета